короче ребят это продолжение авиационных приключений я тут немножко просто зашел в сюжетный режим и вот вы видите что тут происходит со мной куча ментов гонится я от них удираю на каком-то классом джипики у которого скорость очень низкая я не знаю я сейчас попробую просто убиться чтобы а ребята чё я могу просто сейчас поиск запрыгнуть как музыку выключить так аудио громкость музыки все а то еще музыку будут не путают право авторские будут мне за музыку накладывать ой все-таки засекли он ребят нам надо просто найти поезд потому что в поезде в метро менты никогда не находят если не найдем поезд надо быть метро спуститься короче ребят план такой сейчас отрываемся от ментов и едем в сторону аэропорта а вот а 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 Так, ладно, сейчас, короче, направляемся в аэропорт, и, ребята, так как это такая авиационная серия, я, ребята, намерен скоммуниздить большой, огромный самолет. КОНЕЦ Так, мне интересно, а вот можно заехать в другом месте? КОНЕЦ Надо запомнить. Серьезно? Ну что, ребята, я могу сказать, бежать надо. Как они вообще спалили меня? Твою мать, еще и вертолет? Хотя, по-моему, вертолет заметит. Может, я не заметил? Блин, мне бы хоть транспортное средство какое-нибудь. МАШИНА! Я добегу до нее. Или не добегу. Фух. Давай, быстрее, придурок, они тебя сейчас заметут. Так, все, теперь... Теперь ищем самолет. Ищем большой, огромный самолет. Он вот тот. Короче, без палевно у нас не получилось ничего сделать. Сейчас главное, чтобы мы просто не разбились во время взлета. Потому что копы, они тупо под самолет поедут. Так. Главное, чтобы нам не помешали взлететь. Давай, давай, давай. Взлетаем. Идите с дороги, придурки. Да, ребята, да, мы взлетели. Мы взлетели, ребята. Вот оно, вот оно. А, вот. Все, ребята, мы... Мы благополучно скоммуниздили огромный самолет. Боинг 737. Но это если по корпусу так судить. Вот, короче, вот. Ребятам, я скоммуниздил огромный авиалайнер. Наконец-то. Я дожил до этого момента. Так. И сейчас надо мне звук немножко сделать потише. А то он какой-то слишком уж... Так. Аудио... Че? Ладно, вроде потише. Короче, вот. Ну и давайте просто сейчас немножко так полетаем на нем. О, интересно, а где, а где, а где наш старый друг желтого цвета? О, ребята, вон наш друг. Давайте его напугаем. Давайте нашего старого друга напугаем. Идем в лобовую. В лобовую. В лобовую давай. Давай. Засал. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, ребята, класс! Класс! Здорово, ребята. Мы с коммуниздили огромный авиалайнер. Добрый день, уважаемые пассажиры! Вас приветствует компания... Как она тут называется? Компания Кайпира Airlines, командир корабля Чацкий Николай Тепловозович и... Чё там они говорят обычно? В самолётах давно не летал. Уважаемые пассажиры, пристегните свои ремни и приготовьтесь к возможному падению, потому что я не очень трезвый, и мы можем в любой момент уебаться. Ой-ой-ой, у нас же гора впереди, у нас впереди гора. Мы сейчас разобьёмся. Интересно, а здесь же есть какие-то чуваки, эти скалолазы? Представляете, рожу скалолаза, над которым вот так вот низко-низко самолёт пролетает. Так, хорошо, но взлететь мы взлетели. А как мне эту махину теперь посадить и остаться живым? Как-то я об этом не подумал. Уважаемые пассажиры, я, конечно, извиняюсь за нескромный вопрос, но кто-нибудь вообще в курсе, где здесь аэропорт? Не, он тоже зассал в лобовую. Уважаемые пассажиры, говорит командир корабля Чацкий Николай Тепловозович, пристегните, пожалуйста, свои ремни, самолёт заходит на посадку в аэропорт города Лос-Сантос. Надеюсь, мы останемся живы. Так, уважаемые пассажиры, приготовьтесь к посадке. Надеюсь, мы с вами останемся живы. Мне кажется, я немножко мимо полосы сажусь. А, нет, нормально. Какую запретную зону? Вы что, издеваетесь? Я самолёт сажаю, это международный аэропорт. И, ребята, нам удалось приземлиться, только это, оказывается, запретная зона. Так что, давайте-ка взлетать назад. Так, уважаемые пассажиры, по техническим причинам наш самолёт не совершил посадку в аэропорту города Лос-Сантос в связи с несогласованием аэропортов и в связи с тем, что у нас вообще неплановый вылет и вообще это угон самолёта. Поэтому мы сейчас летим на другой аэродром, который вообще хрен знает, где находится. Сейчас я поставлю на него меточку. Так, вот где-то это здесь. В общем, сейчас мы направляемся в другой аэропорт, так как в этом нас будет ловить полиция в связи с тем, что самолёт угнан. Так, всё, уважаемые пассажиры, сейчас мы уже будем приземляться. Просьба не волноваться и не бояться. Наш пилот очень опытный, он впервые в жизни вообще сел за самолёт, так что не волнуйтесь, он справится со своей задачей. Так, шасси, шасси выпущены. Так, вот она, наша полоса посадочная. Что? Во что я уебался? Как... Чё это за фигня? Во что я уебался? Что за бред? Ребят, это чё было? Я приземлился на полосу. Вообще, обо что я уебался-то? Чё за фигня? Что это было, ребят? Как это понимать? Я нормально на полосу ровно приземлился. Что за бред, ребята? Как так-то? Кстати, а я могу в этот ангар загнать машину с катером? Чё это? Птичка! Ну, это ж по идее ангар Тревора. То есть... Ну, блин, ребят, я в сюжетке вообще ни черта не понимаю. Подойдите к самолету, нажмите F, чтобы начать аэробатику. Кругом мосты. Больше ничего нету. Ну, давайте посмотрим. Ну, и... А, это, короче, типа... Ну, да, я понял, что, типа, задание выполнить. Блин, какой-то самолетик такой бешеный. Или у меня это после авиалайнера? А, синие, типа, надо прямо четко так по центру ее пройти. Если вы слишком отклонились, вы удерживаете, чтобы вернуться к последней точке. Нормально. Ой, ребят, страшновато как-то. Ой, колбасит, колбасит. Чё меня колбасит-то так? О, я какой-то трюк выполнил. Не, ребят, эти штуки я не могу. Вообще, я как-то стрёмно рядом с военной базой летать, знаете ли. Где следующая? А, вот. Давайте, попробуем эту... А? Есть, ребят. И финиш. Во! Красавчик, ребята. Ну и на этом я закончу свой полет над Вайнвудом. Ладно, короче, надо будет это все посмотреть. Да, покинуть. Ну и, короче, на этом я заканчиваю свою авиационную серию. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока.